Всем привет! Это видео на канале Компф. Меня зовут Саша Лепота. Сегодня говорим про видеоредакторы. На самом деле редактирование видео на смартфонах это сегодня уже не фантастика. И на самом деле это нужный инструмент, потому что смартфоны снимают хорошо, качественно. И учитывая обилие социальных сетей с возможностью выгружать туда свои ролики, было бы хорошо их хоть как-то марафетить. Хотя бы иметь возможность обрезать начало и конец ролика, где чаще всего никакой смысловой нагрузки нет. Это просто трусящиеся кадры с включением-выключением камеры. А пилить свои видосики можно сегодня в Facebook, в Instagram, в Twitter и конечно же в InstaStories. Это сегодня вообще ну прям каждый делает. Поэтому я вам расскажу про 5 фоторедакторов, которые доступны и для Android и для iOS, что очень важно, потому что чаще всего люди спрашивают, ну вот для iPhone есть и куча редакторов, а что же делать для Android пользователей. Все сегодняшние редакторы есть для обоих платформ. Итак, первый редактор скорее всего находится уже в вашем смартфоне с момента покупки. Возможно вы просто об этом не знали. Тут я сделаю оговорку, не у всех встроенный редактор есть на смартфонах, но скорее всего он у вас таки присутствует, просто его надо найти. Чаще всего стандартный видеоредактор позволяет делать очень немногое. Возможно добавить какой-то фильтр, убрать звук, если он не нужен и конечно же отрезать начало и конец. Но иногда этого уже достаточно. Но главное, что этот редактор уже в вашем смартфоне и он бесплатный. Если вам достаточно его функции, то все хорошо. А если все-таки недостаточно, сейчас вам расскажу про более крутые навороченные видеоредакторы. Но они или платные, или часть функции в них платная. Итак, второй редактор, про который я вам сегодня расскажу, называется Filmr. Как раз тот случай, когда необходим более серьезный инструмент. Тут я долго выбирал и в итоге остановился именно на нем по нескольким причинам. Во-первых, вы можете в нем играться с дополненной реальностью прямо в камере в этом приложении. И создавать какие-то прикольные истории и потом их публиковать. Но главное, это простой и удобный редактор с возможностью быстро работать с видео. Вы можете добавлять ролики, перемещать их относительно друг друга, резать, разделять, ускорять и замедлять, поворачивать и добавлять переходы между сюжетами. Также можно добавить музыку со смартфона или библиотеки. А также подрезать все под формат, будь то вертикальный, квадратный, горизонтальный или другой. Но самое крутое, что при рендеринге видео можно как просто сохранить его, так и вывести сразу кусками, к примеру, для инстасторис. Будут ролики по 15 секунд. Это не самый навороченный видеоредактор. Дальше будут лучше по возможностям. Но он очень простой и мне как раз-то видеоредактор и нужен для того, чтобы ускорить какое-то видео и разрезать его сразу для инстасторис. Чтобы когда вы загружаете в эти истории, ролики шли один за другим, как целый сюжет. Третий, еще один доступный для обоих платформ видеоредактор называется Pocket Video. Тут есть даже большее количество инструментов и таймлайн более привычен для тех, кто работал в десктопных редакторах. При создании проекта вы сразу можете выбрать, куда планируете его публиковать. Или создать кастомный проект, выбрав ориентацию видео. Далее закидываем все на таймлайн, выбираем музыку и сортируем все как удобно. Можно нарезать, ускорять, добавлять переходы, но главное тут можно рисовать в видео и добавлять стикеры. Четвертое, это видеоредактор от GoPro Quick. И мне кажется, что это скоро единственное, что останется от GoPro. Но суть в том, что он полностью бесплатный и это крайне простой инструмент для того, чтобы создать какую-то видео историю буквально в один клик. Вы просто выбираете все ролики с какого-то события, к примеру, если наснимали много на дне рождения. И приложение само создает минифильм. Вы можете выбрать музыку, оформление, поменять треки местами, можно добавить начальные титры. Это простой способ рассказать всему миру про какое-то событие. И в отличие от многих других подобных приложений, это делает свою работу реально качественно. Ролики смотрибельные. И последний, пятый редактор на сегодня InShot. Это еще один крутой редактор и единственный из тех, что я видел, где видео можно ускорить вплоть до 4 раз. Чаще всего можно ускорить в 2 или иногда, как в фильм, в 3 раза. Также в этом редакторе вы можете добавить фон, будь то просто цвет или заблуренное видео, которое вы редактируете. К примеру, чтобы вертикальное видео сделать не таким вертикальным. В бесплатной версии на видео будет добавляться логотип разработчика. Его можно убрать за деньги. Вот такие инструменты для редактирования видео я вам сегодня посоветовал. Устанавливайте, снимайте и создавайте свои истории. Благо сегодня есть куда публиковать и делиться ими с друзьями. Подписывайтесь на наш канал, ставьте видео палец вверх, если оно было вам полезным. А также посмотрите наше видео про топ-7 полезных приложений для смартфона, по моему мнению. И видео про типы электротранспорт и советы по его выбору для себя.